В Ярославле открылся лабораторный комплекс по контролю качества лекарств, самый мощный в стране. На церемонии присутствовали министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Росздравнадзора Алла Самойлова. С Волги уберут боновые заграждения. Новых выбросов специалисты не наблюдают. В Ярославле пришлось изменить маршрут шестого трамвая. Виновного в обрыве проводов ищут. И резонансное дело в Ленинском районном суде Ярославля. Речь о передаче ребенка посторонним людям в обход законных процедур. В прямом эфире городского телеканала работает информационная служба в студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Подводим итоги понедельника, 22 марта, в Ярославле. Сегодня провел свой рабочий день министр здравоохранения Михаил Мурашко в нашем городе. В ходе визита он открыл лабораторный комплекс по контролю качества лекарств, наградил врачей за вклад в борьбу с коронавирусом и обсудил с губернатором Дмитрием Мироновым перспективы развития ярославской медицины. Екатерина Сысоева узнала, какие они. Надежда Лазебных работает медсестрой уже 36 лет. 14 из них в гинекологическом отделении больницы имени Симашко. Вспоминает, с апреля 2020 года отделение перепрофилировали для помощи больным коронавирусом. Вначале было много непонятного, но в дружном коллективе никто не струсил. Все прошли переобучение и стали помогать пациентам. Сегодня Надежда Лазебных получила благодарность президента Российской Федерации за вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и профессионализм. Мы оказывали помощь женщинам, пациенткам, которые, к сожалению, заболели новой коронавирусной инфекцией, но женщины в родах, женщины болеют гинекологически, надо оперировать, надо оказывать помощь. С 1 апреля по сегодняшний день у нас родилось 73 здоровых малыша. Четыре врача госпиталя ветеранов получили орден Пирогова. Шесть медработников были отмечены благодарностями президента и десять почетными грамотами губернатора Ярославской области. Награды медикам, работающим в красной зоне, вручали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В ходе своего визита в регион министр не только наградил отлечившихся врачей, но и посетил поликлинику номер два, где смог оценить процесс вакцинации от ковида. Центральным пунктом рабочей поездки стала новая лаборатория по контролю качества лекарств. Михаил Мурашко принял участие в церемонии открытия комплекса. Он построен на территории фармацевтического кластера и является, по оценкам специалистов, самым мощным из 13 аналогичных лабораторий страны. Эта лаборатория оснащена самым-самым современным оборудованием, высокочувствительным, которое позволяет контролировать качество без преувеличения любого лекарственного препарата. Это такой крупный объект, который позволит нам просто шагнуть на другой уровень. Мы очень рады открытию этой лаборатории именно в сегодняшний период, поскольку здесь появились возможности расширить контроль качества тех вакцин, которые сегодня производятся. Также Дмитрий Миронов рассказал, что весной в регионе планируется запуск полного цикла производства вакцины. На территории региона представлены две производственные площадки одного из шести производителей, где размещены производства. Это Ростов-Великий и Ярославль. Эти предприятия, производственные площадки оснащены самым современным оборудованием, что позволяет выпускать вакцину, обеспечить по ежегодно порядка десяток миллионов доз. Губернатор также отметил, что на эти предприятия охотно идут работать молодые специалисты, а готовить их смогут в Ярославле. При новой лаборатории будет развернуто кафедра медакадемии, где студентов со всей страны обучат самым передовым и перспективным методикам. Екатерина Сысоева, Михаил Орлов, Новости города. В Ярославской области запустили единую информационную систему для скорой помощи. Она помогает построить логистику бригад и заносить данные о пациенте в общую базу. Об этом городском телеканалу рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Там пояснили, что каждая команда фельдшеров имеет электронный планшет, на котором новая программа автоматически определяет ближайшую к бригаде точку вызова. Система выстраивает маршрут с учетом дорожной ситуации. Также электронный носитель имеет опцию голосового заполнения карты вызова вместо традиционной бумажной версии. Как отметил директор профильного департамента Василий Тубашов, автоматизация работы бригады скорой помощи поможет эффективнее справляться с работой. Первое – меньше времени на построение маршрутов бригад. Второе – отсутствие бумажной велокиты. Сейчас к единой системе подключены 19 медицинских организаций. На цифровизацию здравоохранения области в этом году выделено около 100 миллионов рублей. Выбросов не наблюдается. Боновые заграждения уже не нужны. Сегодня об этом городскому телеканалу сообщил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ярославля Александр Белозеров. Напомню, в пятницу в Ярославле ликвидировали нефтяные пятна на Волге. У коллектора, откуда, по мнению специалистов, вытекает вода с химикатами, установили боновые заграждения, назначение которых – не дать грязной воде попасть в реку. На место выезжали специалисты Департамента охраны окружающей среды и природопользования. Отобрали пробы воды. Лабораторные исследования показали превышение содержания нефтепродуктов в полтора раза. К делу подключились межрайонная природоохранная прокуратура и государственный экологический надзор. Ситуация на реке стабилизировалась, выбросы не наблюдаются на сегодняшний день, некратно уменьшились. Есть единичные фракции, которые не представляют опасности на сегодняшний день. Представители надзора органов это подтверждают. Но они будут все равно проводить свою проверку, соответствующую о том, чтобы выявить все-таки причину, то случившееся. Будет продолжен мониторинг ежедневно, два раза в день, для того, чтобы ситуацию держать под контролем. Шестой трамвай вернется на привычный маршрут завтра. Об этом городскому телеканалу рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Велканевский. Сейчас на контактной сети идет ремонт. В ночь с пятницы на субботу на пересечении улицы Блюхера и Ленинградского проспекта оборвались провода. Причина, предполагают в мэрии, в том, что контактная сеть из-за отдела грузовая машина. Все выходные сегодня трамвай номер 6 вынужден был ходить от улицы Чкалова до разворотного кольца на улице Александрневского. Параллельно восстановительным работам власти совместно с полицией ищут виновного. Именно ему предстоит оплатить ущерб. Повреждены несколько пересечений. Это детали контактной сети, которые требуют замены. Сейчас тоже проводится подсчет ущерба. И оперативно заказываются детали, которые необходимы для замены. Мы ставим задачу службе энергохозяйства Яргет как можно быстрее восстановить движение на этом участке. В Ярославле утвержден проект благоустройства Тверицкой набережной. Фотографии показал мэр Владимир Волков в соцсетях. Общественная территория будет благоустроена в этом году в рамках проекта «Решаем вместе». Появится несколько детских и спортивных площадок с разными тренажерами и лазалками, прогулочные дорожки. На центральной аллее положат плитку, установят лавочки, организуют новое освещение. Будет приведена в порядок территория пляжа с кабинками для переодевания и волейбольными площадками. Проект, утвержден главным архитектором города, сейчас находится в экспертизе. В апреле состоится конкурс по выбору подрядчика. Цена благоустройства – 12 миллионов рублей. Проблемную яму в Дзержинском районе Ярославля заделают ночью. Об этом сообщили в городском агентстве по муниципальному заказу ЖКХ. Выбоина расположена возле одного из крупных торговых центров. Ярославцы жаловались на нее в социальных сетях и рассказали о пяти машинах, которые погнули колеса в одном и том же месте. Днем его огородили, а масштаб удалось оценить только когда откачали воду. Чтобы не создавать пробок к ремонту, подрядчик приступит в ночные часы. До конца марта предстоит отремонтировать ямочно еще полторы тысячи квадратных метров ярославских дорог. На данный момент, конечно, проблем по городу много. Стараемся устранять самые большие ямы. На сегодняшний день мы сделали уже 2600, остается 1400. То есть у нас до 31 мая тут полторы недели. То есть подрядчик успеет в полном объеме. Детский городок у дома 36 по улице Урицкого демонтируют. Точку в вопросе сегодня поставили на очередном выездном осмотре сооружения. Комиссия заключила – городок опасен для детей. Торчащие гвозди, сгнившие основания – не единственные причины. Комплексу больше 13 лет, а срок эксплуатации давно истек. Решение о судьбе городка принимает собственник. В данном случае – комитет по управлению муниципальным имуществом. Если ребенок получит травму на аварийном сооружении – отвечать владельцу. Сохранение детского оборудования возможно только в том случае, если он подлежит ремонту, поясняют специалисты. Несмотря на то, что данный детский городок жители отказались брать на баланс, управляющая организация занималась его обслуживанием и текущим ремонтом. В прошлом году были отремонтированы конструктивные элементы, а сам городок полностью покрашен. В 2019 году мы получили заключение КУМИ. В 2020 году мы их пытались спасти, что можем. Сейчас уже нечего здесь ремонтировать. Его можно принять на баланс дома, но, опять же, его эксплуатация запрещена. То есть есть заключение, где описаны все практически больные точки. Единственный вариант, говорят власти, поставить новый городок. Для этого общим собранием дома нужно принять соответствующее решение. Найти источник финансирования и подать запрос в управляющую компанию или в районную администрацию для установки и обслуживания детского городка. Сейчас подобных аварийных конструкций в Дзержинском районе десяток. Те, что на балансе города, уберут. По этому городку принято решение дополнительно провести его обследование в весенний период. Снег сойдет, когда будут видны все его элементы, в том числе закладные, которые сейчас не видно. Еще раз мы вместе с жителями встретимся на месте, все им покажем. Покажем, что эксплуатация действительно опасна, в том числе для их же детей. То есть руководствуемся исключительно требованиями безопасности. Большинство ярославских школьников ушло на каникулы. О том, какой досуг для них организован в городе, поговорим завтра в программе «На повестке дня». Гостья студии Елена Иванова, директор департамента образования мэрии Ярославля. Затронем мы вопрос приемов первой класса, который стартует 1 апреля. Итак, смотрите программу «На повестке дня» 23 марта в 19.20 на городском телеканале. Неувядающая драматургия Александра Островского вновь на ярославской сцене. На этот раз классика прочли в учебном театре Государственного театрального института. Испытания высоким искусством прошли выпускники, мастер-курсы и постановщик Александр Кузин. Что увидели в пьесе «Волки и овцы. Наши современники» узнала Марина Смарагдова. Испытания первые возрастные роли Анни Денисовой студентки 20, ее героини Мурзовецкой 65. Персонажа редкого отрицательного потенциала, ханжей-мошенница, Анна нашла то, что делает и эту хищницу человеком. Мурзовецкая, с одной стороны, да, она мерзкая, гадкая и очень продажная, очень меркантильная. Но у нее тоже есть на это свои мотивы. Свои причины. И если вот актерски не оправдать себе это, то, наверное, это получится плохой человек, просто плохой человек с одной стороны. А так она получается многогранна. Не ходольные типажи, а живые люди, превращаясь из волков в жертвы и наоборот, живут своими страстями и далеко идущими планами. Педагог и режиссер отмечают, что ребята очень выросли, работая над спектаклем. Не просто прибыло мастерство, они повзрослели и по-человечески. Актеры наполнили молодой искристой энергией хрестоматийных героев. А ведь в этих образах блистали корифеи отечественной сцены. История простая и вечная, как мир. Действительно ли он делится на хищников и жертв? Или это только предположение? Но спектакль совсем про другое. Про мужчин и женщин. Пьесы, которые Островский написал про любовь, они сегодня просто абсолютно современные. Вот, ну, хоть бери любую пьесу и ставь. И это так вкусно, это так... Это так все про нас, сегодняшних. И это в таком русском языке. Режиссер Александр Кузин знает, чувствует и много ставит Островского. Возвращая нам еще одну составляющую его пьес. Бесподобную музыку полноценной русской речи. От которой, что скрывать, мат выкли. Найдены рисунки ролей, пластические характеристики, выстроенные мизанцены. Серьезная работа. Классика всегда современна. Об этом нам еще раз убедительно рассказали студенты Александра Сергеевича Кузина Краснодарского театрального института. Марина Сморедова, Игорь Мосин, Новости города. Наш земляк, уроженец Рыбинска Юрий Кублановский – лучший поэт 2020-го. Именно лауреатов национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» назвали сегодня в Москве. Церемония награждения прошла в концертном зале правительства Москвы. Работы конкурсантов отбирали в течение года. В итоге в короткий список попали 200 поэтов и 100 прозаиков из разных регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Гран-при «Поэт года» досталось Юрию Кублановскому. Писатель года Сергею Шоргунову. Вы смотрите «Новости города». Мы работаем в прямом эфире. Резонансное дело в Ленинском районном суде Ярославля. Началось рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летней Ярославны, отдавшей своего ребенка посторонним людям. По версии следствия, в 2014 году молодая женщина, узнав о беременности, решила отказаться от дочери. Через интернет Ярославна нашла супругов из Ижевска, которым и подарила свое чадо. Теперь все трое проходят по одной статье Уголовного кодекса – совершение безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. О том, что ребенок был, узнал бывший муж нашей молодой девушки, которая решила отказаться от своего ребенка. И с помощью сотрудников полиции было установлено местохождение этого ребенка. И в настоящее время этот ребенок уже находится у своего отца, а наши фигуранты находятся на скамье подсудимых. История разворачивалась, как в кино. О похищении ребенка в день защиты детей писали все удмутрские СМИ. Средь бела дня на глазах у Виктории и нескольких очевидцев неизвестный посадил девочку в белую иномарку и увез. А объявление о ее пропаже до сих пор висит в социальных сетях. Оказалось, что похититель – биологический отец ребенка. Между тем, как выяснилось в ходе следствия, ижевские супруги развелись. У них теперь другие семьи и другие дети. Сегодня Виктория, которая воспитывала Злату больше пяти лет, говорила о том, что очень скучает. Не видела девочку с августа. Почему взяла ребенка в обход, установленного законом порядка, пояснить так и не смогла. Ее бывший муж сегодня не контактировал с секс-супругой. Внимание корреспондентов избегал. Мужчина отказался от назначенного адвоката. Его защитник сегодня не приехал в Ярославль из Удмуртии. Дело отложили. Судебное заседание закрытое. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Каждому грозит до десяти лет лишения свободы. Благодаря помощи очевидцев в Ярославле поймали грабителей. Как рассказали правоохранители, горожанин заметил, как двое неизвестных отломывали кондиционер снаружи пекарни. Мужчина позвонил в полицию, а когда воры попытались сбежать, преследовал их. Вместе с сотрудниками ДПС одного из беглецов удалось остановить, второй скрылся. Задержанный вину не признал. На камеру свалил все на товарища. Как сообщает в полиции, проводится проверка и беглеца ищут. К новостям спорта далее. Осуществить мечту о новой большой квартире стало проще. При покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Гармония» или ЖК «Романтика», кладовка в подарок или скидка. Дома комфорт-класса на Суздальском шоссе уже сданы. Телефон 33-00-00. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал хоккеиста ЦСКА Марио Кемпе денежным штрафом. Во время третьего матча серии с Ярославским «Локомотивом» игрок нанес травму защитнику железнодорожников Никите Черепанову. Кемпе удалили до конца матча. Главный тренер «Локомотива» назвал грязным прием соперника. Напомню, первая игра с ЦСКА на домашнем льду закончилась для «Локомотива» поражением. В основное время команды сыграли в ничью, а в овертайме сильнее оказались гости. Итог 1-2 как в матче, так и в серии. Следующую игру на домашнем льду железнодорожники проведут уже завтра. Болеть за клуб фанаты смогут рядом с Ярославским бронепоездом. Масштабная инсталляция впервые появилась на трибунах фан-сектора на вчерашнем матче и теперь будет задействована в каждом следующем. Отличный матч, такой по накалу. Я думаю, равная игра была, наверное, может быть, в третьем периоде мы владели преимуществом. Воспользовались только один раз. К сожалению, в овертайме ЦСКА достаточно быстро забил гол. Но готовимся к следующему матчу. Ярославцы принесли победу сборной страны. В Красноярске прошло юниорское первенство мира по фристайлу. В дисциплине акробатика в командном этапе медали взяли сразу две российские команды. За призовые места они боролись со спортсменами из Белоруссии и Швейцарии. В составе команды поднявшиеся на высшую ступень пьедестала ярославцы Арсений Вагин, Анастасия Прыткова и москвич Артем Потапов. За команду, занявшую третье место, выступали Есения Понтюхова и Денис Сляднев из Ярославля и Эльдар Хакимов из Уфы. В Ярославле стартовало первенство России по спортивной акробатике. Программа включает в себя соревнования среди пар, троек и четверок в возрасте от 11 до 16 лет. В турнире принимают участие более 250 человек из 26 регионов. Кто приехал и как прошел первый день борьбы узнала Валерия Сыромятникова. С улыбкой на лице они показывают невероятные акробатические этюды. Четверо юношей из Кирова – фавориты всероссийских соревнований. Поездка в Ярославль – очередной повод сплотить команду, говорят спортсмены. Хоть вместе они выступают уже больше четырех лет. Это главный старт сезона, они много значат, мы к нему готовились усердно. Соревнования – это опыт, шаги в карьере, командный вид спорта, и тут важны очень подсказки, мелочи все. Каждая мелочь на этих соревнованиях может стоить заветного призового места. Среди тех, кто это понимает, и наши ярославские акробаты. Анастасия Шинкар и Даниил Соколов в этом виде спорта больше восьми лет. И точно знают, как набрать высшие баллы. Собраться, отработать всю программу, особенно артистизм и чистота. В нашем возрасте сейчас важна чистота в нашей программе и исполнение техники. Упражнения, которые показывали спортсмены, балансовые. Главными является удержание равновесия во время поддержек и стоек. Соревнуются мужские, женские и смешанные пары, а также группы женские тройки и мужские четверки. В этом году Федерация спортивной акробатики России выбрала именно Ярославль как местом приведения Кубка России. Это, в принципе, означает о том, что все делается в городе правильно, в правильном направлении. У нас есть очень хорошая база, на которой можно проводить соревнования на такого уровня. Во-первых, в Ярославле это традиционно акробатика развита. И, в общем-то, мы очень любим сюда приезжать, потому что не так недалеко от Москвы. Ну и всегда хорошо принимают. И вот в этом контексте я бы хотела поблагодарить мэрию города, что в такое тяжелое время нас все-таки приютили и что мы все-таки проводим эти соревнования. Прошлый год стал перерывом в соревнованиях, поэтому в этом году юные спортсмены настроены серьезно. Недавно у нас проходило первенство Центрального федерального округа. И вот ребята, которые отобрались там, сегодня приехали на первенство России. Вот первенство России сейчас как раз является уже следующим этапом отбора детей на первенство Европы, которое пройдет в Италии в октябре. Спортивной акробатикой в регионе занимаются более тысячи человек. И в их числе лидеры сборной России по данному виду спорта. Но даже для них отбор не шуточный. Здесь судейство, ну действительно, я бы сказала, тяжелое, потому что оно, во-первых, должно быть объективное. Почему? Потому что спортсмены должны представлять нашу страну, а не какой-то город или область. Поэтому очень серьезно относимся к просмотру. Первый день чемпионата России по спортивной акробатике подошел к концу. Впереди еще неделя соревнований и жесткого отбора. Из более 250 спортсменов дальше пройдут лишь 13. Валерия Царемятникова, Василий Мосин. Новости города. Больше двух месяцев на восстановление. Вице-капитан Ярославского бревестника Иван Нелюбов успешно прооперирован. Напомню, на прошлой неделе баскетболист получил травму. Разрыв мышцы бедра в матче против Университета Югра. Игрок был доставлен в больницу, а в выходные лег на операцию. Теперь Ивану Нелюбову предстоит три недели покоя и полтора-два месяца реабилитации. А также тренировок по индивидуальной программе. В Ярославле завершился чемпионат Центрального федерального округа по скейтбордингу. В нем приняли участие более 30 спортсменов из Ярославской, Московской и Костромской областей. Соревновались в дисциплине стрит, то есть улица. Ярославная Алиса Золотухина взяла бронзу. Но защищать честь региона на следующем уровне соревнований поедет Максим Широких. Он прошел на Всероссийский чемпионат автоматом по сумме баллов. Соревнования, где встретятся лучшие скейтбордисты со всей страны, пройдут в конце апреля в Краснодаре. Большой ассортимент, доступность для водителей, приемлемые цены, а еще понятная программа лояльности. Примерно так выглядит список предпочтений для тех, кто выбирает свой автомагазин. Декун Авто – это название сегодня отлично знают многие автомобилисты, и не только в Ярославле. Наша компания работает на рынке уже более 20 лет. И главное наше достижение – это безупречная репутация. Сегодня Декун Авто – это уже 8 магазинов, 3 из них в Ярославле. Причем расположены они в разных районах города – на Московском проспекте, в Брагино и в центре. Этот магазин на проспекте Толбухина, 24, самый молодой. И работает ровно год. Каждый автомобилист сможет найти здесь все самое необходимое. Запчасти – как для отечественных, так и для импортных автомобилей. Автохимия, аксессуары – все для безопасности, автозвук и еще многое, что может понадобиться для комфортной и надежной эксплуатации авто. Вся продукция сертифицирована, что исключает даже малейшую возможность подделки. Мы являемся официальными дилерами компании «Лада Деталь», а также большинства производителей моторных масел, таких как «Кастрол», «Мобил», «Шелл» и других. Это позволяет нам не только держать уровень цен, но и постоянно обновлять ассортимент. Помимо этого у нас работает интернет-магазин. Но если вам сложно сделать выбор самостоятельно, вам всегда помогут наши квалифицированные специалисты торговых центров «Декун Авто». А еще «Декун Авто» идет ли речь о магазинах или станции техобслуживания всегда ориентирован на клиента. Сделать покупки более выгодными вам поможет наша программа лояльности. А для «Автоледи» у нас есть дополнительные бонусы и скидки, а также ряд бесплатных услуг на нашем СТО. Если вы еще не нашли свой автомагазин, то стоит зайти в «Декун Авто». Ночь пошла на убыль. 20 марта во всем мире отметили день весеннего равноденствия. Во многих культурах оно означает приход весны и считается праздником. Ждает ли весенние погоды ярославцам, расскажет Алена Груздева. В эфире прогноз погоды в студии Алена Груздева. Здравствуйте. В Ярославле небольшие осадки возможны только во вторник. Почти весь день погода будет пасмурной и лишь к вечеру небо прояснится. Подробности далее. Потрясающая новость. В магазине «Мир мужчин» скидка до 50% на все. Стильные костюмы. Двойки и тройки. Огромный выбор курток и пальто. Универмаг Ярославль. Второй этаж. Ночью в Ярославле переменная облачность без осадков. Температура минус 5 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Днем в Ярославле облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки. Температура 2 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Нечем платить по кредитам? Беспокоят коллекторы? Освободитесь от долгов законно. Через банкротство. Компания СтопКредит. 59-55-08. Консультация бесплатна. На этом у меня все. В студии была Алена Груздева. Всем удачного дня и безоблачного настроения. До свидания. Через мгновение на городском телеканале фильм «Квартирантка». Простая школьная учительница Рита приезжает в Москву попытать счастье. Остановиться она собирается у своей подруги, но та после развода с мужем не живет по старому адресу. А бывший муж никак не соглашается на разменку квартиры. Это все, что я успеваю вам рассказать. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. В студии работала Юлия Тихомирова. Хорошего вечера. И до встречи в эфире городского телеканала.